Сегодня пробуем белорусскую кухню. Я остаюсь здесь. Ты уже сожрал не на камеру, жулик. Чё, это так вкусно, брата. Это просто вкусно. Я пойду поплачу. Очень много еды. Единственное, знаете, в чём косяк? Мне хлебный квас не понравился. Отвечаю. Как они хрустят. Я просто не люблю хрустящее. Я люблю кровяную колбасу. Вкусно. Вы слышали тему о том, что мак, типа, нельзя кушать? Что у нас получается, обмен мясом? Ступи. Драник с грудинкой и луком сейчас моего. Я нашёл до чего докопаться. Я огромный любитель этого напитка. Вы любите такое? Угу. Вообще, чё, нам скажешь, а обзор проплачен. Но нет, нет. Работаем. Всем добра и безопасной, комфортной среды обитания. Прежде всего, с вами Виктор Белорусских и Кирилл Шатрабинда. Я ещё топок. Шатрабинда. Собственно, мы находимся в Минске, столице Беларуси. Собственно, ресторан Кухмистер. Национальная кухня, национальный колорит. Сегодня пробуем белорусскую кухню. Я не то, чтобы сильно осведомлён, что обычно белорусская кухня является расово верным. Знаю, что присутствуют драники. Чё ещё белорусского? Понятно. Итак, родные мои. Всем пламенный ростовский привет, прежде всего. Это рубрика «Хорошие новости». Три дня в моей онлайн-школе атлетизма. Скидка 30% на все курсы. У пацанов армрестлеров вышел курс. У коряги, вроде, тоже вышел новый курс. В связи с этим и скидка. Я, к большому сожалению, не успел к этому аукциону невиданной щедрости подготовиться. Однако, в онлайн-школе атлетизма огромная концентрация и наполненность курсов от меня. Это турники брусья, две части. Это зверошаг, он относительно новый. Наверняка его не все видели. Это два курса статики. Это курс кувалды. Кстати, также можете мне намекнуть, какой бы курс вам был интересен. Если вы смотрите эту рекламу, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад. В принципе, торопитесь. Напоминаю, только три дня на все курсы. Благодарю за внимание. Смотрим видео дальше. А, Алекандр, вы как это... Я путаю эту кухню белорусскую, украинскую. Для меня вот это все. У них же схожая очень история на самом деле. Дряники, пельмешки, настойки, борщик. Вот это все как-то... Ну, такие... Я воспитанный все-таки в советской семье. Поэтому для меня это тоже все одна поляна. Поэтому будем кушать, что любим, что нравится. Короче, мы заказали огромное количество всяких национальных блюд и напитков. То есть там квас яблочный, квас хлебный сейчас принесут. И еще прикольное слово узнали. Вот оно, к сожалению, алкогольное. Но я подумал, что так можно называть белорусских девушек. Называется крамбамбули. 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 Очень, мне кажется, ласково и нежно. Очень много всяких драников, там, мясные блюда и так далее. Реально чуть мило. Валя. Очень много еды. Вы готовы? Блин, я хочу со стороны такой тип. Я работал чуть-чуть поваром, немножко разбираюсь. Хочу попробовать. Очень интересно. Я заказал максимально классические штуки, которые есть в России. Но попробовать, как готовят их в Беларуси. Поэтому... Беларуси. Ох, просто знаю историю, да. Я хочу вкинуть небольшую тему. Беларусы очень обижаются, когда Беларуси называют... Когда они говорят Беларусь, а не Беларусь. Но при этом они все горят рашкой, как бы они это горят не со взлома, а между делом. Чуваки, вы либо не пиздите, либо давайте без двойных стандартов. Потому что, как бы, мне не обидно, мне как бы пофиг. Но вы не выебываетесь в этом случае. Потому что, как-то, ну, типа, странно. То есть, мы Беларусь, мы Беларусь, но вы Рашка. Ну, мы так просто называем, мы так разговариваем. Я поспрашивал некоторых людей на рынке, там как-то знакомых. Они такие, а что это, типа, разве обидно? Пахнет. Как вам беларусская мова? Очень красивый и сексуальный язык. Спивучий. Да. Не, не так прикольно вот это понюхать. Оно прям такое, знаете. Да, прям такой. Ну-ка, я очень люблю квас. Это у нас какой? Это хлебный. Это яблочный. Я хочу попробовать оба, начну с хлебного. Ну, он прям благородный мужик. Да? Угу. Ну, это прям реально такой домашний хлебный. Ой, блядь, как вкусно. Серьезно? Угу. Это прям очень вкусно. Он сладенький такой. Очень сладко. Знаете, если... Я первый раз такой пробую. Если вот вкус был бы человеком, вот это такой старик, старец в лесу, такой с дерьмами на голове, а это такая девица лесная такая. Ну, или шантра-пинка. 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 Слушай, насколько я не люблю квас. Чел, попробуй, это вообще не похоже на то, что... Но вот первый, который этот, это вообще на квас не похоже. Санька, ну это тебе не зайдет, я думаю. А я думаю зайдет. Это не квас, он не похож на квас. Уже настоящий квас, такого вкуса просто. Да. То, что у нас в бутылках продают, это вообще не похоже на это. Ну, серьезно, другие напитки. Ну, это не классический квас, ну пьем. Очень вкусно. Какой? Ну, это хлеб, это яблочный, ну да. Квас, из чего классический хлеб? Нет? Ну, вроде хлеб. Давайте девушку спросим. Давайте спросим. Скажите, пожалуйста, настоящий квас, он из хлеба делается или из пшена? Конечно, из хлеба. Проходите. Меня больше всего удивляет, просто вот смотрите, это порция салатика. Это он из хлеба. Да. Смотрите, как все четко, как все. Блин, вот как, вы знаете вообще рецепт эти самые? Я селедки под шубой боюсь с детства. Что? Я вообще, ну, не ем. Ну, типа это эталон, ребят. Я тоже не ем. Просто линейно, все четенько, круто, сверху соус. Прямо. Когда я делал селедку под шубой на Новый год, я садился от нее в другой угол стола. Потому что я боялся. Так, картофан. Ну, надо вот это, ой. Ну, что с вами? Не могу. А вот это вот, смотрите, камера передает вообще вкусы, насколько это все выглядит. Смотрите. Блин, ну, я вообще селедку не то чтобы люблю, но у меня батя ее обожал. Мне кажется, полюбить. Я остаюсь здесь. У меня аж портфель. Блять. Я пойду поплачу. Чел, это просто вообще оба. Надо сказать, что Кирилл при этом еще и повар. Да. Среди нас такой специалист, скажем так. Чел, попробуй этот лук селедкой. Я буду сейчас выскажите, а я буду есть. Я больше не специалист. Чувствуешь гвоздичку? Что-то есть. Прям. Я не так хорошо долго работал на кухне, но я всегда был у отца в ресторане. Газпровском. Ну, понимаете, да, уровень? Как бы там всегда вкусно, но вот это вот. Я не знаю, когда же это передать словами, но типа это вот прямо вот. Нет, вообще, Чел, нам скажешь, что обзор проплачен. Ну нет, нет, ну типа очень. Ну пока ничего плохого. Ну ладно, мне хлебный квас не понравился. Мне очень, мне понравился. Но вот яблочный, это просто... Они оба вкусные. Очень оба вкусные. Яблочный сладковат. А вот хлебный, он прямо вот такой. Ну для тех, кто любит квас, он зайдешь. Ты уже сожрал не на камеру, жулик. Данное видео выходит при поддержке бренда спортивного питания отечественного производства Big S&T. Big S&T обладает огромной линейкой разнообразных вкусов, а также всяческих спортивных, околоспортивных вспомогательных веществ. Данную продукцию вы можете приобрести на Valberis, в инстаграме или на сайте непосредственно Big S&T. Big S&T, благодарим за поддержку. Приобретайте, покупайте, употребляйте, дабы быть такими же красивыми и сильными, как мы. Спасибо, смотрим видео дальше. Самый уебищный Новый год вообще в любой стране, в любом уголке квартиры, вот это может спасти. Кто вот любит, сели под шубой, знаю то, что вот, когда вот каждый вот, как это называется, ингредиент, да, выделяется, а ты чувствуешь каждый, сладкую морковь, то есть селедку, скорее всего, это такая же, да, майонезик, как бы странно не звучало, свеклу и так далее. Это вообще, это развалушки. Я не могу не побывать в Беларуси и не попробовать темное пиво, потому что я огромный любитель этого напитка. Тут есть гренки, мы их сейчас затестим и, конечно же, пиво. Ха, я нашел до чего докопаться. Они не варят, это не они варят. Ну вот опять же, да, варят не они. Поэтому не нашел. Ну как бы пиво максимально обычное, гренки. Ой, я по звуку могу тебе сказать. Как они хрустят. Чувак, ты когда хрустанул, ну очень-то звучит сексуально. Я вообще гренки не люблю. Я не люблю. Честно, попробуй. Не, я пробовал, мне понравилось. А как гренки могут удивить? Они могут. Они удивить могут. Просто если их делать в каком-нибудь фритюре обычном, они не удивят. Но если запариться, можно сделать классный продукт. Вот эта штука вообще просто разъёб. Я тебе говорю, я никогда не думал, что селёдка может быть такая. Блин, я хочу попробовать уже борщ. У меня грибной супчик с белым грибом. У меня сложное название. Да, сложное. Капустник. А у меня какой-то боровник или что-то. Боровник. Пока ждём, можно кость в кость. Мужик, суп для меня это, наверное, один из самых главных вообще приёмов пищи. Я всем говорю, что для того, чтобы не было проблем с желудком, кушайте суп. Меня спасло. Мне плюс 30 лет. Я всю жизнь кушаю суп, и при этом я ещё жиру не всякие правильные продукты. Но у меня нету гастрита до сих пор. Это всё благодаря моей бабуле, которая приучила меня кушать суп. У меня суп крупник с боровиками. Это боровики, это же белые грибы, правильно? Это грибной суп, да. Грибной супчик. Я люблю грибной суп. У меня отец был мастером спорта по грибному супу. Короче, всем рекомендую. Обычно грибной суп подаётся со сметаной, но если вы хотите прочувствовать вкус грибного супа, ни в коем случае сразу не добавляйте сметану. Поешьте немного. Я как обычно делаю, я кушаю половину супа без сметаны, съедаю оттуда всю густоту, и только потом под конец добавляю сметану и выпиваю бульон. У меня такая технология. Блин, мне очень нравится брать хлеб, намазывать сверху сметану. Да, да, да. Это очень нормальная вещь. Я вот тоже не люблю именно кидать сметану в суп, потому что она... В грибной она теряется просто. Понимаете, повара типа выдерживают бульон, делают и так далее, а ты его берёшь и убиваешь сметаной. 100%. Мне кажется, нужно есть так, как есть, а не расправлять. Андрей Макаревич тоже говорил, что нельзя убивать вкус грибов сметаной. Да. Единственное, знаете, в чём косяк? Мало грибов. Да и супа немного. Мне нравится, когда вот прям вот всё плавает в них, короче, там, то есть, ну, это как бы не сезон, так сказать. Хорошо. Борщ я прям очень сильно люблю, можете заценить. По цвету прям максимально классно он выглядит. Прям очень хорошо. Бульон. Супер. Оу. Блядь. Как будто бы, знаете, свекла просто, я не знаю, с грядки, он очень сладкий, насыщенный прям. Я тоже хочу, я тоже хочу. Ммм. Всё-таки борщ это то блюдо, где сметана всё-таки играет важную роль, потому что, ну, вот так у нас повелось. Поэтому смотрим, что по сметане, она достаточно плотненькая. Она... Ну, тут я как бы... Ммм. Обычная, да? Нет, она не домашняя, сто процентов. Ну и самый, скажем так, сок бампушки. Бампушечки. Не-е-е. Сексуально. С маслицем, с чесночком. Так, ладно, давайте заценим это всё уже так, как оно есть. Со сметаной? Нет, нет, я всё-таки люблю блюдо. Всё, понял. Не, ребят, это пиздец. Ну, я не знаю, что сказать. Очень вкусный пиздец. Ебут, да? Ну, типа это жесть. Пробуй мой суп. Давай. Он на грибном бульоне. Блин, я обожаю грибной бульон. Я не помню, как называется. Крупник. Крупник. Нет, крупник у меня, а у вас капустник. Капустник. Мужик, у тебя тут ещё какой-то кусок мяса нарисовался. Тебе ещё, смотри, и блинов накидали. Это вообще, в общем, подача вообще космическая. Ещё я блины люблю, поэтому уже сердечко отдал. Ты любишь кислоющие? Ну, да. Очень вкусно, я не ел такого, я не понимаю, что это, да. Короче, это тушёная кислая капуста. Да, но это вкусно. Смотрите, чтобы съесть два разных супа за один приём, сначала кушаем грибной суп без сметаны, потом со сметаной. И получается почти что два разных блюда. Чел, залезь ложкой, отвечаю. Да. Вот прям реально, как будто к бабушке приехал в деревню, она просто сделала супец. Бля, со сметаной вкуснее, как будто даже получился. Он не то, что вкуснее, он другой вообще. Он другой, как будто. Если в грибной суп добавляете сметану, он становится другим. Поэтому я люблю половинку съесть без, половинку со сметаной. Лайфхаки. Пользуйтесь. Так, рассказываем. Грудинки чипсов, да? В виде чипсов, да. Грудинки в виде чипсов, клёцки из картохи и три вида колбас. Кровяная, печёночная и домашняя. С чипсов? Да. Вы знаете, у меня есть такая тема, что я не люблю всё, что хрустит. Я не люблю гренки, я не люблю панировку. Почему? Я не люблю сухарь. Не знаю, мне не нравятся ощущения. Скорее всего, у вас отвращение к маслу, наверное. Нет, у меня всё нормально с маслом, я просто не люблю хрустящее. Блин, ну мне никак. Ну, типа вообще. Мне тоже, я бы типа... Ну, я бы... Мне не нравится. Ну, это дегустационная штука, поэтому... Не, возможно, если закусывать крепкие какие-то напитки, наверное, это прикольно, но... Раскиём, что, плохо такая штука? Блин, она горькая, она просто нравится-ка во рту, что тает. Вот тут мне нравится-ка тает. Член. Короче, русскими словами, это картофан, да? Просто картошка. Я так полагаю, что это какой-то скатанный картофель. Ммм, он плотный. Да, нравится. Это прикольно. Ну, опять же, заказывать такую тарелку ради картошки этой я бы не стал. Мы ещё колбасу не пробовали. Дружище, это дегустационный сет, понимаешь, и там... Мне кажется, эта тема... Пробуешь на компанию. Я вообще удивлён, что вам не нравится, потому что мне кажется, это чисто под пиво движуха. Я люблю с пивом рыбу. Я люблю кровяную колбасу. Помнишь, на Алтай, какая была такая прям по себе? Нет, мужик, но там это вообще другая тема. Там нам при нас убили барана. Закололи. И в течение, по-моему, часа сделали нам эту кровяную колбасу с луком. В его же кишках. Это было просто потрясающе. Я помню, потом нам дали эти мясные ноги, короче, ещё что-то с луком и супом. Я помню, что мы обожрались, а потом половина нашего кемпа болела. У них болели животы, они, по-моему, не вывезли. Помнишь, это дерьмо? Да. Ты с собой ногу хотел забрать? Ты забрал, я помню, да? Да. Мы уже, по-моему, и съели, если не ошибаюсь. С 21 по 27 августа проект Blood Triple следует на Алтай. Ежегодное событие. Прежде всего, мы вам предоставляем безопасное и комфортное средовое обитание, трёхразовое питание, трёхразовые тренировочные процессии, прекрасный досуг и ещё небольшой сюрприз. С нами едет Акимба-69 и директор школы Дракона Дыхание Смерти. Это значит, что мы будем убивать не только ноги, но ещё и руки. Все подробности можно почитать, пройдя по ссылке по этим видео. Спасибо за внимание, смотрим видео дальше. Кровяная колбаса топ. Это домашняя. Хорошо. Вкусно. Не так, как селёдочка, не так, как борщ, но это тоже очень даже вкусно. Она как будто, знаете, суховатая немного. Попробуйте, не знаю. Ну, я, в принципе, вообще не фанат вот всяких вот таких пивных штук. Блядь. Попробуй, печёночный, мужик. Окей, сел. Любишь печёнку? Да, конечно. Просто есть люди, которые, вот у меня, допустим, женщины не любят печёнку. Ну, я тоже. Я тоже не люблю печёнку. Во. Я знаю людей, которые прям вообще её не переваривают. Даже запах тошнит. Не-не-не, не хочу. Я реально люблю печёнку с детства. У меня отрочение больше вот такой штуки. Кровяной колбасы? Ну, блядь, не знаю, как-то я отношусь к этому всё-таки. Ну, мне кажется, это, честно, закусочная какая-то такая тема. Она, видишь, она очень жирная, она очень такая... Блин, не знаю. Катин дед говорил, ешь жирное, нахуй. И мёд, блядь. Ну, вот эту штуку охота запивать. Да, она прям такая. Мне кажется, это чисто пивной движ. Тяжёлая, да, такая жирная, да. Чисто пивной движ под футбол. Я домашнюю ещё не попробовал. Пробуйте. Бля, с неё прям сочится человек, она прям такая вообще. Я ставлю на печёночные. Мне тоже больше нравится, чем домашние. Типа, домашние они слишком жирные, кровяные они прикольные, но на любителя. А вот печёночные они прям такие. Ну, типа, да, вот название и вкус, они максимально сопоставимы. У меня дочка думает, что оладушки из печени, это типа шоколадные блинчики. И хавает их. Думаю, блядь, моя дочка. Вот это красота. Грибы, лук и это. Это грудка вроде бы в обычном соусе. Такие вот это сыр, шальпики. Вкусно. Бывает, знаешь, их передерживают в масло, они становятся прям хрустящими. Вот эти вот, если на самом деле смотреть, они более сушёные. А эти прям очень отличные. Я определил, что вот эта доска это чисто пивной движка. Да, вот это на любителя. Это прям вкусно, очень хорошо, очень вкусно. Так, Четмил, кого убить? Выбирай. Давайте грибочки выпьем. Погнали. Опачки. Так, я начну сначала с нижнего, чтобы просто сначала драник попробовать. Драники я ем не так часто. Наверное, единственные драники, которые я ел на постоянной основе, это от моей бабули. Хорошие, нежные, хорошее сочетание. Я никогда не ел драники с грибами. Очень вкусно, очень. Драник с грудинкой и луком, сейчас моего. Идёт или идёт? Разъёк? Угу. Рекомендационно. Вот эти топовые, с луком и грудинкой вообще. Жирик как сука. Просто пиздец. Сколько кукамберов из десяти? Ну, примерно четырнадцать. Где-то да, около того. Нужно немножко запить. Мне кажется, я не уползу отсюда сегодня. Понял, да? Бля. Вообще. С грибами было хорошо. Помнишь, я на Алтае сделал грудинку, поджарил типа с кашей, с правилами на короне. Знаешь, откуда я эту грудинку поджаристую взял? Отсюда? Идею. Я первый раз попробовал драники вот с этой грудинкой здесь. Я никогда такую грудинку не пробовал, которая вот эта. В общем, так берётся эта грудинка, только качественная, не какая-то. Знаешь, там в дикте купленную, условно. Она поджаривается кубиками немножко на сковородке, как я понимаю. Нежнейший соус, это просто сочетание. Это типа, знаете, вот луковые чипсы есть такие, продаются. Лук же разный бывает, а это вот прям он во фритюре или я не знаю. И он прямо здесь на грудинке, мне кажется, он прямо завершает хорошо. Ты знаешь, я с возрастом стал больше любить говядину, чем свинину. У тебя что? У меня свининка. Свининка с какой-то ядерной капустой, которую я пообещал взять на себя. Да, всё я не ем. У меня говяжий что? Щёчки? Как вы его назвали? Демигляс. На говяжьей кости. Это хорошо для связок, да? Да. Так. Ммм. Бля, ну как это вообще? Соус хороший. Ну типа, мы уже сожрали столько всего. И знаете, вот бывает, когда вы много скушаете, и ты уже потом такой, эх. Полный желудок, но всё равно вкусно, то есть. Нежное мясо взяет во рту. Сочное. Угу. Сука. К нам вышел сфоткаться шеф-повар. Я не знаю, какие он там прямо эти чакры свои задействовал, но всё настолько вкусно. Единственное, что мы, да, вот немножко типа вот эту вот... Тарелку подзасрали. Ну не то, что подзасрали, но типа людям, которые любят такие штуки под футбол и пиво, она отлично зайдёт. Но просто здесь настолько много вкусной, сочной вот такой вот прям нормальной еды, что вот эту штуку как бы на тяжеловато и не хочется. Хочется кушать вот это мясо, хочется херачить. Можно я твою капусту попробовать? Да и мясо. Мне мясо не очень понравилось. Серьёзно? Давай я твоим угощу. Мне кажется, как будто... Нет, попробуй сначала, я тебя отрезал кусочек своего. Что у нас получается, обмен мясом? Нет, с твоим не сравниться. Попробуй. Ну честно, что вы скажете. Ну это не свинина. А что? Это утка. Серьёзно? Я думаю, это свинина. Посмотри, какая она толстая. Я потекал, что это свинина. Мне кажется, это какая-то утка, нет? Это карбонат свиной. Возможно, да. Вот есть карбонат, наверное, да. Да, смотри по текстуре. Карбонат. Очень солёный, разваливается во рту. Мне не нравится. Мне тоже не зашёл. Мне кажется, соли очень много добавили. Очень много, да. Она прям пить после хочется, после неё. Ну вообще просто мясо. Не-не, но с твоим мясом просто не сравниться. У тебя прям нежное такое, знаешь. Мне понравилось. Ты уверен, что она свинина это? Да, она сказала. Ммм. Вы любите такое? Какое? Квашная капуста? Угу. Угу. Я вот не люблю, поэтому даже не буду пробовать. У меня же отца плохо. Угу. 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 Бать вкуснее делал. Угу. Угу. Говорю, как есть. У него просто очень хорошо получилось. На хавались, да, уже? Такие. Нет, просто мы с отцом любим острое, и там было больше перчика. И для меня квашеная капуста, она должна быть такая с остренькой, немножко вот сладостью давать от морковки. Но морковку я не чувствую, остроты особой тоже. То есть, вкусно, да, но я привык есть по-другому это, так как делали у нас дома. Мне очень понравилась говядина. Мне очень понравилась капуста. Я готов обменять свои овощи-гриль на вашу капусту. Я предлагаю этот самый десерт попробовать все вместе. Прям, мужики, я еще мясо не доел. Расскажи, что у тебя, сырники с какой-то маковой? Сырники с изюмом, со сметанным соусом и маком. Вы слышали тему о том, что мак типа нельзя кушать там каким-то военным, каким-то там милиционерам? Ну, раньше, когда же не было этих самых маковое молоко было. Это же как наркотик. Если в хороших дозировках, то мак он вызывает... Да, мак же причем выращивать в масштабах, конечно. Мы в деревне, знаешь, что делали? Ну, он же типа ростом, как сорное, типа это самое. И он когда созревал, он же там, короче, иссыхал, и там получались вот эти вот отверстия. И мы просто подходили, его прямо со стоячего маха всасывали, короче, эти штуки. Просто ходили, его долбили, долбили сутками. Я не чувствовал никаких этих самых изменений сознания. Но, Сань, мне кажется, ты будешь в восторге. Да, попробуем. Зацените, просто творожные сырники. Мужик, он тает прям, даже без чая нормально. Немножко сметанного соуса сверху, да? Вот можно видеть прям чуть-чуть. И мак, все. Да, но изюм, прям его в меру, его немного. Да, я сырочку угощу. Давай. Сладкожок и бобалех, нахуй. Ты ж любишь эти штучки. Да, уж. Они из лучших, да, этих, что я ел. Бывают сырники. Я их кушал периодически, там, завтракал именно. Бывает их трудно глотать из-за творога, да? То есть они суховатые. Это мушаложорский, да? Суховатый. Этот прям ты берешь, он прям разваливается у тебя во рту. Ну что, казалось бы, вот так вот не совсем примечательно выглядит данное заведение снаружи. Но что я могу сказать? Прежде всего, я обожрался так, что я как будто проебал, прожрал свои кубики. Такое бывает не часто. Кроме шуток, мне кажется, я кушал много где, много чего, много в каких местах и городах. Но честно признаться, если брать какой-нибудь там топ-5 или топ-3, это место на лидирующих позициях. Не то, чтобы не понравилось, но вот там, допустим, одна позиция, типа вот эта пивная, сырная, там вот эта вот грудистая сосисочная тарелка, она была не то, чтобы к месту. Однако, если прийти, допустим, посмотреть какой-то там футбол или еще что-то заказать, это под темное пиво, я думаю, гурманы оценят. У нас было огромное количество снеди, супы, вторые блюда, закуски, сеты, пробные, то есть драники. Я говорю, мне даже говорить тяжело, я вот сейчас вот рюкзаки взял, еле выпиздился оттуда. Казалось бы, неприметная вывеска, она даже больше похожа на бар, чем на ресторан. Однако, если вы будете в Беларуси, я рекомендую вот это вот место, мне кажется, лучше вы вряд ли где-то найдете. Очень было вкусно, очень было классно. Я думаю, шантропин, он более приемливый к еде, так как имел отношение к кухне, к поварскому искусству. Поэтому, я думаю, можно спросить у него. Мне очень понравилось. Вообще, я хочу уже пойти в поезд и сделать обзор на сало, колбасу, шоколад. Ссылка в описании, блудшо, блуденхо, всем пока, я пошел. Виктор, у вас на везер? Да, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай.